Я в Каннске. Вы одни и те же трубы, грубо говоря, там перекладываете, а я за это деньги плачу. Я все исследовала, и теперь расскажу об этом вам. Друзья, всем привет! Меня зовут Полина Бурмага, и я в Каннске, а точнее на Каннской ТЭЦ. Вообще, что я здесь делаю? На самом деле, в этом году в Каннске масштабные изменения. Если раньше на Каннской ТЭЦ я была, то по теплосетям я не ездила. Но сегодня мы это исправим. Про изменения. В этом году на 25% увеличен ремонт теплосетей. Мы это побываем, увидим, все расскажу, все покажу. Модернизируют три старые котельные. Да, и на самой станции ремонтов предостаточно. Пошли! Ну, вот мы внутри. Это на самом деле моя любимая, вообще, одно и мое любимое место на Каннской ТЭЦ. Это такая березовая аллейка. Мне кажется, здесь красиво будет в любое время года. Березки, а осень, посмотрите, это все вот так просыпается, колосится. Короче, красота. В этом году на Каннской ТЭЦ и вообще, в принципе, в городе Каннске очень много ремонтных работ. Вот, например, сейчас на станции идет строительство новое, много ремонтов на теплосетях. В общем, все вам постараюсь показать, рассказать. А сейчас немножко Каннской ТЭЦ. Все-таки она прекрасная. Вообще, когда я была на Каннской ТЭЦ в первый раз, да, собственно, и сейчас, меня всегда удивляло, какая чистота здесь царит в котельном цехе. Независимо от того, идут там ремонты или идут. А вообще, удивительно, Каннская ТЭЦ меня удивляет еще тем, что ее мощность составляет всего 24 мегаватта. Это меньше, чем одна турбина на Красноярской ТЭЦ-2. Но это не мешает Каннской ТЭЦ вырабатывать электричество в энергосистему России. Сейчас на Каннской ТЭЦ идет строительство осветлителя воды. Раньше вода в домах жителей, особенно в период паводков, была, мягко говоря, не лучшего качества. Мутная, с песком. В следующем году этой проблемы быть не должно. Вообще, что это за осветлитель, как он будет работать и прочее, мы сейчас спросим у не кого-то там, а у главного инженера Каннской ТЭЦ, Сергея Диденко. Пожалуйста, расскажите, что это вот такое. Потому что для меня сейчас, ну, вообще непонятно, штырьки. Нет, я понимаю, что это фундамент. Ну, это не штырьки. Это готовится основа под заливку фундамента, под будущий осветлитель. Планируем эту работу завершить на 15 декабря 2022 году. Я думаю, проблема с ветостем у нас будет в городе Каннске решена. А что это за осветлитель? Ну, что это такое? Если сказать по-простому, это простая емкость объемом порядка 650 кубических метров, в которой подается вода из реки Канн. Все взвешенные вещества, которые в воде находятся, с помощью подачи коагулянта поступают в реакцию, осаждаются вместе с коагулянтом. И уже осветленная вода подается непосредственно на подпитку тепловой сети. Мало того, это же только первоначальная стадия очистки. Дальше вода осветленная поступает в фильтра, которая также доочищает эту воду. И потом происходит еще термическая обработка вода на питьевом качестве. В общем, на следующий год должно быть все практически идеалити. В общем, смотрим, проверяем, и потом пишите мне комментики, если что. У нас есть у кого спросить. Теперь, друзья мои, идем дальше. У нас еще с вами очень много всего посмотреть. Мы сейчас пойдем смотреть, как идут работы по замене тепловых сетей. Их, кстати, в этом году сильно больше стало. Там, по-моему, увеличение на 4 километра. Все, айда. Сейчас я нахожусь на улице Краснопартизанская. Здесь идет работа по перекладке тепловых сетей. Это часть работ по строительству новой тепломагистрали за рельсовую часть города. Для понимания, за рельсовая часть города получает тепло от котельных, а не от Каннской ТЭЦ. Но часть этих котельных будет закрыта. Поэтому и нужен новый трубопровод, чтобы жители могли получать тепло от ТЭЦ напрямую. Как раз эта труба и нужна для того, чтобы заместить одну из таких старых котельных. А вообще, что в целом в этом году, да и, собственно, в последующих предстоит сделать в Каннске, мы узнаем у специалиста, который самый главный здесь, в городе Каннске, по тепловым сетям. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, почему, в принципе, увеличены ремонты? Что будет со старыми котельными? Когда мы их закроем? Какие модернизируем? В общем, расскажите, пожалуйста, нам все-все-все. Давайте сначала с котельных начнем. В городе действует крупных 16 котельных. Три из них в планах СГК полностью заместить. То есть от Каннской ТЭЦ сети будут протянуты к этим котельным. В принципе, как обстановка с теплосетями в Каннске? В этом году мы увеличили объемы по ремонту тепловых сетей на 25%. В этом году мы поменяем 8 километров тепловых сетей. Также будем стараться с каждым годом увеличивать объемы. Для понимания, да, вот я, например, как житель, может, вы одни и те же трубы, грубо говоря, там перекладываете, а я за это деньги плачу. Действительно, Каннску необходимы такие увеличения объемов работ. Большая часть труб проложена еще в советские времена, когда каждое предприятие строило какой-то свой участок трубы тепловой сети железобетонного канала. Где-то не соблюдались нормы. Возраст трубы наш превышает 40-50 лет. Долго деньги не вкладывались в реконструкцию в нужном объеме. Сейчас мы это все стараемся наверстать. Бывает, что по схеме, вот как здесь была одна теплотрасса, вскрываем под ней еще одну теплотрассу. Вскрыли ту вторую теплотрассу, под ней еще одна теплотрасса. То есть они в три слоя все лежали. А зачем столько теплотрасс? Они хоть работали? Нет, они все были брошены. Одну проложили, потом, видать, высокую грунтовую воду, сверху проложили вторую. И потом уже, когда третий раз перекладывали, уже положили третий ярус. В смысле, это не вы капали? Это вы вот этих скелетов все нашли? Это все нашли, это все лежало под землей. Мы еще таких скелетиков, по крайней мере, я точно их не встречала. Всего в Каннске действует 16 котель. Три из них закроются всем, остальные ждет реконструкция. Помимо нового оборудования, которое появится на котельных, кстати, вот помните, кто смотрел, я ездила в рейд по котельным, но в Красноярске, и там топливо загружали вручную, в некоторых случаях. Здесь такого не будет, уже на модернизированных котельных все это будет происходить автоматически. Помимо этого, они, назовем это умные, то есть эти котельные будут подстраиваться под температуру воздуха за окном. Грубо говоря, похолодало, поддали жару, потеплело, чуть-чуть убавили. Но, несмотря на все, что я сказала, наверняка найдутся те, которые скажут, ну и что их закрывать, всегда вот топили они, топили, и пусть бы дальше топили. На самом деле, причин несколько. Первое, это решение проблем с теплоснабжением. Я сама читала не один раз комментарии в сетях, где жители Каннска жаловались на то, что у них в квартирах холодно, а из крана течет грязная вода. В дополнение к низкой температуре поступали сообщения и о грязной горячей воде в зарельсовой части. Преимущественно, эти жалобы были сосредоточены в зарельсовой части, вот как раз где и находятся котельные. В прошлом году часть этих котельных передали СГК, собственно, совсем хозяйством, которое не в лучшем состоянии. То есть тепловые камеры были не часть, засыпаны землей, трубы уже давно выработали свой ресурс. Такие котельные проще было закрыть, проще и экономически выгоднее закрыть, чем модернизировать. Вторая причина экологическая, потому что зачастую, не секрет, что на каких-то старых котельных нет никаких нечистных сооружений, грубо говоря, нет фильтра. Понятно, что закрытие таких котельных не спасет экологию, но однозначно ее улучшит. Ну и последняя, третья причина – это тарифы. В Каннске тарифы в городе разнились на 60-100-70%. Проще говоря, люди, которые получали тепло от Каннской ТЭЦ, у них тариф был ниже те, которые получали тепло от котельных. Там тарифы менялись в зависимости от котельных. И тут жители зарельсовой части заняли очень активную позицию. В итоге на территории всего города установился единый тариф. Он, кстати, начал действовать в прошлом году. Ну и что еще? Очень важно. И, собственно, напоследок. Жители Каннска могут сами отслеживать, где у них какой ремонт начинается, когда заканчивается, какую котельную, когда закроют, когда модернизируют. Есть интерактивная карта. Я ее оставлю в комментариях под видео. Там можно кликнуть, посмотреть свой адрес, в какой стадии ремонта и когда появится вода. В общем, все это можно посмотреть в режиме онлайн. Можно написать даже какие-то комментарии, и мы на них обязательно отреагируем. В общем, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами была блондинка Наталья. Всем пока.